В Приморье с 1 октября возобновят работу учреждения дополнительного образования и спортивные секции для детей. Такое решение принял губернатор Приморского края Олег Кожемяка, в связи с чем выложил пост в Инстаграм. Дорогие друзья, с 1 октября решением оперативного штаба, согласованными с органами Роспотребнадзора, у нас открываются все учреждения дополнительного образования, а также спортивные секции для детей. Напоминаю о том, что необходимо соблюдать санитарный режим, ношение масок в общественных местах, заботиться о своем здоровье и беречь здоровье своих близких. Спасибо. Также губернатор отметил, что в правительство неоднократно поступали просьбы жителей об открытии учреждений дополнительного образования. Однако, несмотря на стабильность обстановки, на минувшей конференции Олег Кожемяка призвал муниципалитеты к бдительности и соблюдению мер безопасности. Конечно, крайне бы не хотелось нам переживать то, что мы с вами пережили. Я имею ввиду остановку предприятий, прекращение работы учреждений различного направления. Поэтому сейчас задача еще раз усилить информационную составляющую, чтобы объяснять людям, что ношение масок в общественных местах – это обязательно. Дезинфекция рук, соблюдение всех санитарных норм и правил, особенно для предприятий, кто оказывает услуги населения. Это просто непреложное правило. Поэтому усильте работу административных комиссий в этом направлении с разъяснением. Проведите целые беседы, лекции с группами предпринимателей, кто обслуживает население. Объясните о том, что мы сейчас не будем так повсеместно, скажем, накладывать какие-то меры наказания на всех или при остановке деятельности. Но выборочно мы уж точно будем это проводить без всякого сомнения. Как сообщает Роспотребнадзор, ситуация с коронавирусом в Приморье остается стабильной. В среднем по региону около 70 человек в сутки попадают в больницу с диагнозом COVID-19. Из общего числа заболевших 11 679 человек выздоровели 87%. Кирилл Самойлов, Новости на Восьмом.